Дайджест недвижимости Галантерей, белья, подарков и сувениров, а также операторы сотовой связи, зоотовары, аптека, канцтовары и магазины ювелирных украшений, пишет Ньюсли.ру. Гипермаркет будет одноэтажным, его площадь составит 13,5 тысяч квадратных метров, рядом разместится парковка на 420 машин и мест. Открытие запланировано на третий квартал 2018 года. Дайджест недвижимости Застройщик спорткомплекса Новоровского объявил о завершении работ по переносу теплотрассы. 15 сентября «Мода Спорт» направила в Кировскую городскую теплоснабжающую компанию заявку на присоединение новой ветки к городским теплосетям, сообщает администрация города. Вывести жизнеобеспечивающие коммуникации из зоны строительства Новоровского 100 застройщик должен был еще до возведения объекта, однако не сделал этого. В администрации напоминают, что в зону спорткомплекса попадала теплотрасса, которая обеспечивает теплом кварталы центрального и юго-западного районов города, где в том числе расположены и социальные объекты, детский сад и две больницы. Как пояснили в КТК, работы по врезке нового участка теплотрассы запланированы на начало этой недели. В связи с этим до 21 сентября в одном детском саду, трех объектах здравоохранения и 34 жилых домах будет ограничена подача горячей воды. Дайджест недвижимости Жители Кирова и райцентров жалуются на темные дворы. Акцию с наступлением осени запустил Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Освещенность дворов – важный фактор безопасности детей, которые возвращаются из школ, кружков и секций в вечернее время, отмечается в сообщении центра. За первые две недели поступило около 30 обращений, в основном из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского и других городов. По итогам акции, как сообщили специалисты центра, информация о недостаточном освещении или полном его отсутствии будет направлена в соответствующие муниципалитеты. Кроме того, обращения поступят в госжилы инспекцию. Сейчас акция продолжается. Сообщить о недостатке фонарей в своем дворе или районе можно в группе Центра общественного контроля в соцсетях, на сайте центра или по телефону 38 14 77. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.